Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, это и другие хорошо понимают, и Кадыров сам тоже это понимает. Народ Чечни встанет как один. И мычать они стадом российским не будут. Это чеченцы, это гордый народ Кавказа. Итак, глава Чечни в ответ на мобилизацию в его республике, он ответил, что призывать на войну в Украине нужно силовиков, включая сотрудников ФСБ, ФСО, прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и МЧС. По его оценкам отправить можно около двух с половиной миллионов силовиков. То есть перекрывает все нормы, которые Путин готов собрать. Но Путин-то собирает быдло, а это элита. Так считают там силовики наверху. Не сам же Путин, друзья. Вместе с силовыми и военными ведомствами это будет примерно 5 миллионов человек. Так говорит президент Чечни. Они сдают регулярно спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллионов человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится. Так написал Кадыров в своем телеграм-канале. Кадыров, конечно, прав, что нужно забирать в первую очередь силовиков. Это 5 миллионов человек. 5 миллионов человек силовиков. Из них заберите 50% и все будет в норме. То есть они смогут воевать. Итак, Кадыров говорит. Я призываю население Чечни, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие. Почему он так сказал? Ведь видите, друзья, ну, Кавказ – это такое дело и так, и так, и так, и хитростью, и напором, и давлением. Конечно, силовое давление очень сильное на Кавказе. Что говорят слухи? А слухи говорят то, что где-то порядка 40 матерей, женщин, выступили на площади против Кадырова, против, собственно говоря, мобилизации. Да, тогда Кадыров еще объявил мобилизацию по всей стране, ее объявили. Это же вот было, 21-го Путин выступил, ну, а дальше все уже, Чечня. И вот когда женщины выступили против Кадырова, против мобилизации, то в это время, в этот же день, тут же их всех похитили. Похитили также и других женщин, которые с ними рядом стояли, разговаривали перед демонстрацией, стали оказывать давление на этих женщин-матерей. А в результате давления сыновья этих матерей их заставили поехать на войну, то есть стать призывниками добровольно, а иначе матерей не отпускали. Конечно, сын пошел за мать, уже не добровольно воевать против Украины или за Россию. Он пошел, чтобы Кадыров отпустил его мать. Ну, такие ходят разговоры, друзья. Видите ли, Кавказ – это особая линия поведения, тем более, друзья, лезть в чужую страну, республику – это неблагодарное дело. Все равно не разберешься, особенно они там, конечно, внутри себя больше знают, больше понимают. Поэтому Кадыров, конечно, он испугался матерей. Но вы представляете, у него и у самого мать. И здесь другие матери будут сейчас кричать его матери. Это страшно, это позор. Это ему будет позор прежде. И его мать сразу к нему же пойдет и скажет, что ты делаешь, сынок дорогой, любимый. Ну, для матери, для каждой матери сын – это ей сын. И поэтому она ему может и такими ласковыми словами говорить все, что она хочет. Итак, Кадыров ходит сейчас буквально по острию. Он обязан Путину, он ему обязан поставить своих солдат. Конечно, официально Кадыров продолжает кричать, говорить, что он на 254%. Это, конечно, такая интересная цифра, которую он выдумал. 254%, ну, 11, наверное. Так будем считать. Это 254%. В сумме дает 11. С чего она упала, с потолка какого, с какого дуба рухнула эта цифра, мы не понимаем. Ну, есть такая цифра. На чем она основана? Никаких показателей. Основана, вероятно, на том, что, как говорит Кадыров, они проявили патриотизм, любую государству. Друзья, вот вы знаете, как можно считать чеченцев любовь к государству? К какому? Только что Россия воевала в Чечне. Только что Россия воевала против чеченцев. Чеченцы воевали против россиян. Какая любовь к какому государству? Если Кадыров имеет в виду себя лично. Но это другое дело. Он не государство. Он глава республики. Здесь еще, конечно, друзья, есть такой нюанс, который тоже палка о двух концах. Что я имею в виду? Смотрите, если сейчас под видом сборов из Чечни заберут большую часть населения мужского. В принципе, это сейчас ангел трубит как раз, чтобы собрать все мужское население всех республик, всех городов, районов, отовсюду. Деревни уже стоят вообще без мужского населения. Деревни российские. Возможно, такое будет и у Кадырова. Но, друзья, тогда у Кадырова остается шанс, что к нему, извините меня, пошлют спецназ и захватят его. И он лишится власти своей, Кадыров. Именно тогда, когда он отправит всех парней на войну. То есть он отправит их для того, чтобы они там погибли, потому что эта война, оттуда никто не вернется, друзья. Не верьте, если какой-нибудь один лихой на полмиллиона человек вернется, все лягут. Все лягут на полях. Для удобрения, друзья, как бы это ни звучало страшно, все лягут там. Никто не вернется. Даже не надейтесь. Не для этого собирают на мобилизацию. И Чечня ведь уже пустела. Чечня пустела. Это какой был год, помните? 1944. Чечня вся пустела. Мужчины воевали. И в это время, когда мужчины воевали, женщин с детьми собрали и отправили в депортацию. А где гарантия, что не будет такой же депортации завтра, когда заберут из Чечни всех мужчин, а останутся дети, малолетки и старики. И вуаля, их снова. Их снова в депортацию. Забыли, наверное, хайбах. Было такое? Нет? Помните? Хайбах. Я так полагаю, заново, что ли? Заново пойдут депортации по стране и хайбахи запылают в разных республиках? Дагестан ведь тоже встает. Там женщины вообще, там женщины, кричат, меня заберите вместо моего сына. Там женщины за своих сыновей встают горой. Это не русские матери. Это чеченские и дагестанские матери. Разница колоссальная. Русская мать пойдет на коленях ползти, чтобы ее сына забрали или не забрали. А другая пойдет деньги считать, сколько за сына дадут, какой кредит или ипотеку платить или не платить. А чеченская мать, она вырвет глаза у того, кто забрал ее сына. Вот этого боится Рамзан Кадыров. Он боится даже не этого. Он боится, что матери Чечни проклянут его. А уж от этого проклятия никто не уйдет. Это такой страшный бумеранг, о чем даже страшно подумать, если матери всей Чечни начнут проклинать ежедневно имя Кадырова. Вот этого боится Рамзан. Говорят, что сегодня он, чтобы отчитаться перед Путиным, стал воровать мальчишек. Говорят, двух семнадцатилетних мальчишек призвали на фронт, так называется. Их воруют везде, где только можно. Воруют молодежь и отправляют на фронт. Куда же еще? То есть официальных повесток никто не раздает. И Рамзан говорит, да, что у них не будет в Чечне призыва. Ну тогда, Рамзан, держи слово. Конечно, можно врать в глаза своему народу, тем более, когда запланирован хайбах очередной. Ох, друзья, как страшно, как больно от этого. Поэтому Кадыров и говорит, я призываю население Чечне, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие. Будут ли матери соблюдать спокойствие, когда начали воровать потихоньку без призывных повесток их детей? Будут ли матери? Здесь Рамзан, конечно, я думаю, что если он заполонит республику российскими солдатами, которые поддержат его против его населения, уничтожат часть населения, но они ведь могут захватить дворец Рамзана Кадырова и также его повязать и взять в плен, где гарантии, гарантий никто Рамзану не даст. Ведь как он со своим населением хитрит, как считает население, так и с ним будут хитрить, но уже кремлевские чиновники. Разница большая. Кадыров верит Золотову? Сомневаюсь. Кадыров верит Пригожину? Сомневаюсь. Кому Кадыров верит? А никому. И правильно делает. То, что он сказал про силовиков, 5 миллионов. Он хорошо обозначил цифру. Я не знаю, знает ли об этой цифре тот самый Путин. Или не знает. И о том, что можно забрать действительно 2,5 миллиона и отправить на войну. Но эти 5 миллионов – это путинская гарантия, это гарантия чиновников. Об их неприкосновенности. У Рамзана Кадырова такой нет неприкосновенности. У него свои бойцы. Это гарантия его неприкосновенности. Но если он нарушит, Рубикон перейдет и с матерями что-то произойдет, пока сегодня можно, да, ему. Бери больше, кидай дальше. Жестоким быть с матерями. Но ведь это сила накопления удара. Она накапливает энергию. А что будет потом? Еще раз повторяю. Чеченские матери, дагестанские матери – это не россиянские матери. Разница колоссальная. Это как прачка и хозяйка Медной горы. Вот такая разница. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Мамки, не обижайтесь на меня. Знаете, имейте к себе критичное отношение и взгляд. Посмотрите на себя. Что вы делаете? Вы даже не понимаете, что вы должны делать. Ну, а то, что вы делаете, вам, может быть, кажется, что это замечательно. Из кожи своей вы прыгиваете. Да нет. Да нет. Потому так и живете. Мамки, бабки, няньки. Да. Так что Кадыров ходит по кругу, но уже круг его сужается. И бумеранг материнских проклятий может ударить так, что... Почему больнее всего бьет материнское проклятие, друзья? Под детям. По наследственности. Под детям. Он же забирает их детей. А они будут против его детей. Всей страной молиться. Что будет тогда? Вот, Рамзан. Ты умный человек. Не делай этого. Ну, как-то хитрись Путиным, что ли. Ты же знаешь, ты сейчас оголишь свою страну, а завтра тебя посадят в каталажку. У тебя не будет страны, кто за тебя заступится. Я Таня Карацоба, Сейдбургхан.